Теперь давайте попробуем поговорить о том, что в начальном стихе, то есть перед первым ударением, там, оказывается, тоже могут быть свои эксперименты. Через строчки себе запишем. Зачем для них тискса, не ворон степной, пролетевший сейчас надо мной? Зачем не могу в небесах я парить и одну лишь свободу убить? А может, бывает так же, как и в окончании мужское начало, женское начало, датчика? А может, не ворон степной, пролетевшей сейчас надо мной? Зачем не могу в небесах я парить и одну лишь свободу убить? На всякий случай, дальше все будет точно так же. А почему я так не брать, я потом обозначу не буду? Так, вот уже какие-то странности мы видели. А может, бывает так же, как и в окончании мужское начало, женское начало, датчика, 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 датчика? Это хорошая идея, очень хорошая. Давайте определить, что перед нами. Здесь на что похоже? Альфибрай. Альфибрай, безусловно. Откуда мы это знаем еще? Вот мы нарисовали слоги. Что мы дальше видим? Мы должны найти, помните, минимальную повторяющуюся вещь. Константу, так сказать, да? Что здесь повторяется? Повторяется вот эта схема, правда? А потом это мужское окончание. Это нас смущать не должно, потому что это мужское окончание. Мы знаем, что это стопа. Амфибрахия, правда? Да. Дальше нам осталось посчитать, сколько их. Раз, два, три. Три с половиной может быть? Нет. Не может быть, не бывает такого. Три? Четыре. Четыре, конечно. Просто от четвертой остался? Нет еще одного вроде бы слова, но это нас смущать не должно. Почему? Потому что есть ударение. Потому что есть ударение, значит, есть стопа. Помните, стопа это сочетание одного ударного плюс N безударного. Значит, если есть ударение, то уже другого есть стопа. Ура! Значит, это у нас получился. Раз, два, три. Четырестопный. Четырестопный. Амфибрахий. Амфибрахий. Дальше. Следующие строчки. Читаем. Проветевший. Проветевший. Сейчас. Надо мной. Трехстопная анапест. Трехстопная анапест. Рас повторилось, два повторилось, три повторилось. Ну и на наше счастье здесь конец. Совпал. Конец строки с концом стопы и все хорошо. И действительно анапест трехстоп. А может быть разнохорей, ямпы, амфибрахи, когда они будут меняться по очереди и покоится в какой-то закономерности стихотворения? Хорошее уточнение в какой-то закономерности. В этом стихотворении Лермонтова, стихотворении Желания, действительно закономерность совершенно чередуется в строчках. Амфибрахия четыре, амфибрахия четыре, амфибрахия четыре, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Лермонтов экспериментировал и ему хотелось сделать так. А представим себе, что мы лишаем этой закономерности текста. И хотим написать первую строчку, вторую, извините, амфибрахием, третью, амапистом, ну и так далее. Совершенно хаотической последовательности. Что мне тогда делать? Как определять размер? Вольный что-нибудь. Вольный что-нибудь. Хорошо. Вольные амфибрахии я еще понимаю. Все строчки амфибрахии, но разной длины. Вольный стих. Вольный стих вообще это непонятно что. То есть что-то у них меняется. Надо смотреть, каких стоп больше? Стоп чего? Холеи, ямбы или амфибрахии? И этим названием? Можно сделать это просто по большинству. Но проще сделать. Вот так. Посмотреть на начало. Увидеть, что здесь некое переменное начало стопы. Это редкость, конечно. Продолжение следует.